Итак, бюджетирование. Инструменты бюджетирования и планирования в 1С ERP на примере ЮПИ. Бюджетирование это как часть системы управленческого учета предназначена для решения комплекса задач по организации связи стратегических целей предприятия с финансо-экономическими планами, направленных на их достижения. Целью бюджетирования является управление финансовым планированием и с целью предприятия понимание уровня затрат и доходов в организации, чтобы выявить маржинальный доход. Итак, первый момент, который мы с вами проговорим, это кто же является у нас участниками бюджета в системе ERP. В системе ERP выделяют 4 основных роли в бюджетировании. Это администратор бюджетной модели, который позволяет редактировать все бюджеты и настрой бюджетного процесса. То есть у него полные плава, и он максимально все позволяет ему редактировать. Вторая роль, которую выделяет исполнитель бюджетного процесса, она позволяет создавать и редактировать данные бюджетирования. Для редактирования экземпляров бюджета и требует наличие независимой бюджетной задачи по вводу бюджета. Координаты бюджетирования. Эта роль позволяет редактировать данные бюджетирования вне зависимости от использования бюджетных процессов. Включая в том числе роль редактирования данных бюджетирования вне процесса и вне дата предоизменения. И контролер бюджетирования. Она позволяет просматривать бюджет и формировать бюджетные отчеты. Основной момент, который необходимо обязательно проговорить, это дать понятие, что же такое бюджет. Бюджет – это схема соответствия доходов и расходов предприятий в заданном временном интервале. Бюджеты являются инструментами корпоративного управления, представляющими собой финансовый план будущих операций используется для планирования контроля и оценки эффективности деятельности предприятия, а именно прогноза финансового состояния предприятия, сравнительного анализа запланирования и фактически полученных результатов оценки выявленных отклонений. И также все бюджеты можно условно разделить на несколько групп. Выделяют основные группы – это основные бюджеты. Если вы занимаетесь бюджетированием, то, соответственно, понимаете, что основными бюджетами у нас является любой организация, это бюджет доходов и расходов в ПДР, всем известный, который отвечает за планирование доходов и расходов на предстоящий какой-то заданный период, содержит прогнозное значение объема продаж, себестоимости, реализованной продукции, коммерческих, управленческих расходов, расходов финансового характера и так далее. Бюджет движения денежных средств – это бюджет, который позволяет планировать движение денежных средств в разрезе периода заданного и в разрезе движения денежных средств. В движении денежных средств вы знаете, что у нас как бывают поступления, так и расходования. И бюджет доходов, и бюджет движения денежных средств – они различны. У нас часто в организациях образуется временной интервал разрыв между поступлением денежных средств и расходованием, и отражением дохода и расхода. Данные разрывы помогают как раз проанализировать и спрогнозировать бюджеты. И еще выделяют главный бюджет – это прогнозный баланс. Он схож с балансом бухгалтерской формы 1, но более укрепленный. Или, наоборот, в организациях его делают более детализированный в разрезе статей доходов и расходов и движений денежных средств. Также некоторые организации выделяют и прогнозный отчет аналогичной формы 2. Также делают прогнозный на основании данных планирования отчет, который тоже относится к группе основных бюджетов. Но его мало кто в организациях формирует. Вторая группа, которая выделяет бюджеты, это можно выделить бюджеты, относятся к операционным бюджетам. Операционные бюджеты. К ним относятся обычно бюджеты, план продаж, план закупок, план производства и так далее. Спомогательные бюджеты. Это бюджеты, которые помогают дополнительно детализировать, прогнозировать движение капитала. Например, кредитный план, то есть процентов по кредитам и займам и так далее. Бюджеты налогов и дополнительные специальные бюджеты. Это бюджеты, например, распределения прибыли, планы отдельных проектов и программ. В бюджетировании у нас есть ряд инструментов. И сейчас мы с вами кратко с ними познакомимся. Итак, сейчас я включу демонстрацию экрана. Начнем сначала с настроек. Чтобы включить в ERP раздел бюджетирования и планирования, нам нужно с вами сначала зайти в настройки МСИИ администрирования, настройки МСИИ разделов бюджетирования и планирования. Здесь мы с вами отражаем те данные, которые нам необходимо будет в процессе работы нашей. Сразу хочу отметить такой момент, что в ERP, в принципе, лояльная система планирования и бюджетирования. То есть, пользователь сам может ее спокойно настраивать. Но есть программы, которые позволяют, так скажем, ERP для среднего, малого бизнеса очень хорошо в плане бюджетирования и планирования. Но для более крупных, когда, например, холдинг, есть такие программы, как управление холдингом, либо есть модуль, может быть, битфинанс. Там возможности планирования и бюджетирования немного шире, чем здесь. Поэтому, если кого-то будет интересно, то вы можете тоже потом в дальнейшем знакомиться. Но типовой функционал, в принципе, построение идентично. Так, соответственно, переходим к настройкам, возвращаемся. Итак, бюджетирование, планирование, основные настройки. Соответственно, мы используем с вами, нам необходимо включить раздел бюджетирования и планирования. Соответственно, мы здесь также можем, чтобы запрограммировать нам бюджетный процесс, соответственно, мы должны тоже его включить. Также мы должны включить, какие мы будем использовать с вами планы. И переходим к разделу бюджетирования и планирования. Прежде чем начать настройки и задавание каких-то элементов и процессов, необходимо зайти в общий раздел настройки и справочники. И рассмотреть основные понятия, что же такое модели бюджетирования. Модель бюджетирования. Давайте ее сейчас накрою. Модель бюджетирования – это совокупность правил, определяющая в заданном временном интервале последовательность формирования, связанная с системой бюджетов в рамках организации и подразделений предприятия. Здесь вы, соответственно, указываете, выразиваете, какой у вас будет модель бюджетирования по организации в целом, либо по подразделениям, либо нужно утверждать бюджет, либо не нужно. С какого периода действует данная модель. Соответственно, ее применение регулируется статусами, действует либо в разработке, либо закрыто. Соответственно, она тогда недействительна. Также здесь есть разделы, это бюджетный процесс. В каком бюджетном процессе она применяется. Соответственно, есть разделы, здесь настраиваются виды бюджетов, которые она применяется. Лимиты расходов денежных средств. Если лимитирование задается не отдельно документом, а здесь, в модели бюджетирования. План подготовки бюджетов. С чего начинаем и так далее. Ну и, соответственно, если необходимо, какие-то прикрепить файлы. Так, следующий показатель, который необходимо знать, что у нас он не применяется, это сценарий бюджетирования. Сценарий бюджетирования. Давайте насправим, что она фактически данная. Например, здесь что такое сценарий. Сценарий – это параметры, в которыми задается формирование того или иного экземпляра бюджетирования. В зависимости от того, какие параметры вы задаете в сценарий бюджетирования, у вас будет формироваться тот или иной экземпляр бюджета. Здесь указывается валюта, в которой будет формироваться бюджет. Также, если у вас бюджет формируется в каких-то валюте, в какой-то отличной от управленческой валюты, и вам необходим пересчет курса, то, соответственно, здесь вы тоже указываете эти данные параметры. Следующий элемент нашего формирования справочников – это статьи бюджетов. Статьи бюджетов – это, соответственно, у нас показатель, на основании которого и составляет у нас любое форум бюджетирования. Давайте, допустим, мы возьмем, допустим, доходы, вот выручка. Вы, соответственно, статьи бюджетов можете формировать по группам, для удобства. Любая статья предусматривает выбор до шести аналитик. Также вы можете настраивать в любой статье учет по количеству либо и по валюте. В какой валюте данная статья у вас должна отражаться. Виды аналитика вы задаете, соответственно, исходя из справочника, который вам… и детализации, которая вам необходима. Помимо… Ну, в данном примере у нас контрагенты договора, но помимо этого вы можете здесь указывать любые другие. Например, статьи бюджетирования, а статьи бюджета движения денежных средств и статья, которая формируется у вас в бухгалтерском учете, нет различных. Соответственно, вы можете формировать, здесь указывать аналитику по данным статьям. Я просто хочу вам показать примеры каких-то справочников вы можете использовать. Данные справочники унифицированы, но вы сюда можете, соответственно, добавлять любой другой, который… Если у вас в программе еще какие-то есть справочники, которые в программе были не предусмотрены, вы их создали новым. Например, проект. Многие компании… А, проект у нас предусмотрен… Ну, там, например, какой-то… Что же можно сказать? Ну, как проект какой-нибудь там, может быть, еще более детализированный. Или там, например, по ответственным формированию, или еще что-то. То есть, тот справочник, который у вас создан не типовой функционал, а вами самими. Вам от аналитика необходима для детализации, для отчетности вашей. Ну, соответственно, вот здесь вы можете посмотреть и выбрать ту аналитику, которая вам необходима. Если вы посмотрите, сравните бухгалтерский учет, то там движение и аналитика, возможно, по счетам только в разрезе трех аналитик. Максимум три. Бюджетирование до шести аналитик. Также в любой статье вы задаете, соответственно, можно указать правила получения фактических данных и зависимые показатели. То есть, например, вы формируете бюджет в доходах и расходах, и у вас отражается движение по, допустим, по выручке. И в то же время у вас может быть, соответственно, в бюджете движения денежных средств отразится поступление денежных средств. Это достаточно удобно, то есть экономит время. Вы заполняете один бюджет, но при этом у вас данные отражаются по другим бюджетам. Следующее, что нам необходимо, это показатели бюджетов. Показатели бюджетов – это суммовой показатель, то есть это не… он имеет конкретное значение, то есть это перечень остаточных каких-то показателей, характеристик, которые определяют суммовые или количественные итоги в разрезе остатков, формируемых на основании оборота по соответствующим статьям бюджета. Если вы, соответственно, определяете форму бухгалтерского отчетности, форму 1, то вы узнаете, что у нас любая отчетность формируется по остаткам на счетах. Соответственно, если нам в нашем бюджетировании либо планировании нужен какой-то показатель, который отражается именно остаточным показателем, мы, соответственно, его носим не в статью, а именно формируем как показатель бюджетирования. И еще есть такой показатель, как нефинансовые показатели, это показатели, которые нам помогают при расчетах дополнительно, например, ставка по рефинансированию, либо цена закупки, которые помогают рассчитать. У нас есть, например, количество, есть цена, и нам, соответственно, необходимо рассчитать, сколько нас остается в выручках, или сколько мы продадим продукции с вами. Это достаточно удобно, то есть вам не надо самим где-то отдельно считать, программа, вы задаете формулу, и программа вам все посчитает. Соответственно, для нефинансовых показателей тоже можно задавать шаблоны ввода, то есть унифицированные, и можно потом будет пользоваться, что облегчает, опять же, работу. Правила получения фактических данных. Правила получения фактических данных нам нужны для того, чтобы мы получили, бюджет — это планирование, но получение фактических данных мы можем получать из программы, из данных программы, мы можем носить данные вручную, либо мы можем, соответственно, расчетным путем. Настройка права получения, соответственно, либо по статьям бюджета, либо по показателям бюджета настраивается. По источнику формирования это оперативный учет, обороты, оперативный учет остатки, регламентированный учет и международный учет. Так как у нас в программе настроена демо-версия, у нас предусмотрен и международный учет, то мы можем, соответственно, получать не только по данным оперативного учета и регламентированным, но и по международным данным. Это важно тем компаниям, которые ведут учет по МСФО. Виды бюджетов. Соответственно, здесь вы создаете вид бюджета, который будет выстраиваться. Вид бюджета является образцом. То есть вы создаете структуру бюджета, и на основании этого вида бюджета у вас формируется потом экземпляр бюджета. Давайте посмотрим на примере BDR. Соответственно, на основной вкладке вы формируете основные параметры. То есть вы указываете способ планирования на какой-то определенный период, либо на скользящий, то есть без указания какого-то конкретного периода. Бюджет составляется на период, он может на день, на месяц, на год и так далее. Здесь вы можете, соответственно, ограничение доступа к нему данным формирования, исполнить данные и не формировать. И посмотреть, соответственно, структуру бюджета. Здесь, с левой стороны, это заголовки, которые, соответственно, на основании которых мы выбираем показатели, какие-то или иные, и, соответственно, с правой стороны у нас сама структура бюджета. Всегда, прежде чем создать, мы должны выбрать с вами таблицу, в каком формате мы создаем бюджет. Так, давайте я один покажу. Таблицы у нас с вами бывают трех вариантов. Это когда показатели в строках, простая таблица с показателями в формулах строка, показатели в колонках. То есть у нас простая таблица с показателями формулы в колонках. Например, в колонках можно добавить показатели, а в строки контрагентов, для анализа ставка по контрагентам. Чаще всего для БДР и БДДС используют первый вариант. И есть еще третья таблица. Это сложная таблица, когда с произвольным расположением показателей и формулы. В строки колонки можно добавлять измерения, элементы, в строки колонки объединять элементы в группы и так далее. Такую таблицу используют для прогнозного баланса. Если вы вспомните формулу, то знайте, что у нас показатели как в строчном, так и в колонках есть. И, соответственно, для удобства выбирайте всегда вот эту таблицу. Мы вернемся с вами к экземпляру, который у нас уже есть в бюджете. Итак, соответственно, БДР у нас в колонках мы задаем с вами месяц. Месяц он находится у нас с вами в измерениях. В группе период. Здесь мы с вами выбираем, соответственно, в разрезе какого периода мы с вами формируем тот или иной отчет. В строках, соответственно, мы указываем с вами статьи и показатели бюджета. Если нам необходимо их объединить, чтобы суммарно посчиталось, то мы с вами должны создать формулу по группе. То есть у нас показатель будет выводиться в формула по группе. Вот как вы видите, мы с вами потом зайдем посмотреть вид отчета, и вы увидите, как это выглядит. Ну, соответственно, здесь у нас с вами структура бюджета задана в разрезе статей. В данном форме у нас с вами не используются показатели бюджета. То есть не нужны были дополнительные какие-то расчетные показатели, выводящие там остатком. И давайте покажу вам, как это выглядит. Вот, например, вот, допустим, вот так. Соответственно, вы указываете сценарий, по которому будет формироваться, указываете период. То есть вы можете задать период год или сколько угодно, но сценарий у вас задается именно с периодичностью, с какой периодичностью это формируется. Ну, например, я год уставлю. Организацию, валюту, соответственно, в которой будут данные храниться, ну и, соответственно, вот у вас будут формироваться показатели. Так, вот бюджетный процесс. Давайте с вами посмотрим бюджетный процесс и потом лимитирование, и потом перейдем с вами к планированию. Итак, бюджетный процесс, это план мероприятий, отражающий рекламу выполнения взаимосвязанных действий, осуществляемых последовательно, либо параллельно, которые направлены на оперативное согласование, автализацию и контроль исполнения бюджета в рамках выбранной модели бюджетирования. И, соответственно, под задачей бюджетного процесса понимается последовательность операции, направив на свое время нормативное выполнение того или иного процесса бюджетного, закрепленного моделирования. Итак, бюджетный процесс. Возвращаемся с вами в настройки справочники. Бюджетный процесс задается в моделировании. Бюджетный процесс, соответственно, формируется либо на какой-то определенный период, либо, например, на год, на месяц, квартал, полугодие. Соответственно, четыре у нас возможных варианта. Бюджетные задачи. Здесь мы задаем, либо задача у нас формируется в автоматическом режиме, либо вручную. Документный процесс подготовки бюджета. Процесс подготовки бюджета задается, соответственно, находится в бюджетировании и планировании раздела бюджетный процесс в процессе подготовки бюджета. Здесь вы указываете модель бюджетирования, указываете период, этапность и что необходимо выполнить. Соответственно, сотрудник, который получает задачу, он должен зайти в эту задачу, нажать «Выполнить задачу», соответственно, открывает бюджет и заполняет данными вручную, либо в автоматическом режиме, либо загружает из Excel. Если у вас в автоматическом режиме бюджетный процесс, то, соответственно, вам необходимо настроить расписание. По какому расписанию вам будут приходить задачи на выполнение. Прежде чем, соответственно, исходя из своего опыта работы, в автоматическом режиме следует протестировать, потому что не всегда с первого раза приходят задачи, то есть надо будет протестировать, посмотреть настройки. Здесь, да, может с первого раза не сразу прийти, может быть, у пользователя прав недостаточно, либо еще какие-то настройки. Но вообще, если все корректно, то при входе, заходе в программу, пользователь, у него либо в зависимости от того, как настроен рабочий стол, у него сразу же отображается, когда он входит, «Мои задачи», и у него в задачах отображается, что он должен выполнить сегодня, в такое-то время, в такой-то срок. Достаточно удобно. Ну, либо зайти, соответственно, через режим главного «Мои задачи». Вернее, «Мои бюджетные задачи», да. «Мои бюджетные задачи». Вот, например, «Приказ о начале бюджетного процесса». «Мои бюджетные задачи». «Выполнить». «Выполнить». «Поздаем задачу». «Выполнить». «Да, у нас не заполнены данные, поэтому у нас…» «А, он не видит, потому что у нас…» «Смотри, кому было…» «Какому пользователю задачи сформировано?» «Наверное, она была сформирована…» «Секундочку, она была, наверное, другому пользователю». «А, да, мы будем сейчас это тратить…» «Надо просто посмотреть, потому что демоверсия, она не совсем…» «Ну, то есть она полноценный все процессы отображает». «Так, и…» Еще, что у нас в этом разделе, нам надо с вами посмотреть, это контроль лимитирования. Чтобы у нас, соответственно, выполнялся контроль лимитирования, лимит может выполняться либо сверху вниз, либо снизу вверх. То есть два режима предусмотрено. Сверху вниз, то есть руководители формируют отчет, допустим, бюджетирования, и, соответственно, раздают, он же является лимитом для пользователей. Либо, например, соответственно, отдельно снизу вверх, то есть отдельно формируется документ лимит на движение денежных средств, либо там лимит движения денежных средств. Так, сейчас проверим. Либо, соответственно, заказ на расходы денежных средств, он же является лимитом. Лимитирование денежных средств задается в настройках ЦИИ администрирования, предначительства и взаиморасчеты. Так, нам необходимо здесь поставить галочку «Лимиты». Да, вот смотрите, вот у нас сейчас стоит «Используем лимиты по данным бюджетирования», либо не используется, либо по документам лимитов расхода. Если мы по данным бюджетированиям, соответственно, бюджет является у нас лимитом. Если мы по документам лимита расхода денежных средств, то, соответственно, в казначействе у вас появляется планирование контроля денежных средств, документ лимита расхода денежных средств. Здесь вы, соответственно, указываете период и указываете статью «Движение денежных средств». Обратите внимание, что статья «Движение денежных средств» и статья «Бюджет» – это две разных вещи. То есть, статья «Движение денежных средств» – это тот, который формируется у нас форма 4 бухгалтерской отчетности. И обратите внимание, что те, кто, наверное, уже не раз сформировал отчетность, они знают, что форма бюджета «БДДС» и форма 4 не совпадают. То есть, зачастую форма «БДДС» более детальная, чем форма 4. И, так скажем, она более структурированная. Так, если мы, соответственно, по документам расхода, то у нас появляются три параметра. Либо лимиты расхода по организации в целом, то есть, мы формируем лимит, у нас действует на всю организацию в целом, либо у нас лимит расхода действует по подразделениям. И, соответственно, либо мы ставим «Контролеры превышения лимитов», то есть, превышение лимитов, если у нас происходит превышение, то, соответственно, вам выдается сообщение, и вы не можете провести без соответствующей галочки, что у вас стоит превышение лимитов. Вот, у вас появляются в заявке на расходы денежных средств, что сверх лимита. Если вы эту галочку не поставите, и у вас стоит «Контролировать», то вы не сможете провести заявку на расходы денежных средств. По поводу согласования, опять же, напомню, что согласование в ERP не предусмотрено. Вам, чтобы нужно было согласование, это вам нужно настроить обмен с документооборотом, в документообороте он предусмотрен. То есть, у вас будет выгружаться документ в документооборот, и там, соответственно, у вас, в соответствии с вашим маршрутом, будет идти согласование. Либо, соответственно, необходимая доработка для ERP. Так, и давайте оставим это, соответственно, по данному бюджетированию. Если у нас по данному бюджетированию, то нам необходимо настроить правила бюджетирования. Они, напомню, настраиваются модели бюджетирования в разделе «Лимиты денежных средств». Давайте, вот здесь «Лимиты расхода денежных средств». Здесь вы указываете статью «Детализацию сценария». «Периодичность». Соответственно, тут три варианта. Разрешающий пределы лимита, то есть, разрешает вам расходом денежных средств сформировать заявку. Дополнительно ограничивающий, то есть, позволяет дополнительно ограничивать расходы по аналитическим разрезам. Например, по аналитическим разрезам контрагентов, либо проектов, либо договоров. И информационные. То есть, вы проведете заявку на расходы денежных средств, но если у вас аналит превышен лимит, то вам выскочит сообщение. Но при этом вам программа позволит провести все равно заявку. Ну и, соответственно, вы можете задавать здесь дополнительные измерения в разрезе каких-то ограничений. То есть, в разрезе контрагента для каких-то конкретных контрагентов, конкретных договоров, какого-то проекта и так далее. Может, подразделения. Так, на этом, наверное, вкратце мы с вами закончим бюджетирование. Теперь перейдем к планированию. Тоже кратко достаточно, потому что у нас с вами мало времени. Соответственно, по общим настройкам понятно, где мы настраиваем NCE и администрирование. Раздел бюджетирование и планирование. И здесь мы включаем функционал планирования и указываем, какие планы мы с вами используем. Итак, настройки и спаршники в разделе планирования. Если вы обратите внимание, то, соответственно, у нас есть с вами тоже, так же, как и в бюджетировании, сценарии планирования. Соответственно, сценарий у нас с вами планирования, предназначен для хранения разреза планирования, дополнительных параметров. Например, давайте с вами посмотрим по продажам селожей. Здесь вы указываете, соответственно, периодичность, какое отображаются данные, планируется влияние периода. Планирование у вас, например, закупок, продаж только по количеству, либо по количеству и сумме. Если по количеству и сумме, то необходимо также указать валюту. Соответственно, вы можете формировать план продаж по данным других планов, например, в статусе «Утвержден». Также отражение бюджетирования. Соответственно, данные планирования у вас могут отображаться, вот мы с вами вручную заполняли бюджет по себестоимости, а если вы укажете, соответственно, отражает планы бюджетирования по сценарию, и, например, вот, не помню, какого мы сценария с вами делали. Какой сценарий? Основной помесячный. И здесь укажете основной помесячный, то ваши данные из плана продаж будут отображаться, соответственно, в бюджете себестоимости продукции. На второй укладке «Настройка создания» здесь вы указываете создание по сценарию плана закупок, план продаж по категории, по номенклатуре, план сборки-разборки, план производства. Например, давайте рассмотрим планы продаж по номенклатуре. Здесь вы указываете план продаж и номинование, то есть вид плана, по какому у вас будет создаваться, формироваться план продаж. Например, я вам показываю на готовом примере. То есть вот у нас план продаж стеллажей. Данный план распространяется на формирование планов продаж в разрезе номенклатуры. У нас есть также планы продаж укрупненные по категориям. Это для тех, у кого большая номенклатура, и им не нужна более детальная информация по разрезе всей номенклатуры, когда там может быть 100 тысяч номенклатур, и они учет ведут по категориям. Например, мужская обувь, женская обувь и так далее. И, соответственно, здесь у нас на примере план продаж по номенклатуре. Здесь вы указываете, для каких видов планов будет формироваться действие данный сценарий. У нас получается в данном примере план для демонстрации работы с КД, ВФП и рабочий план. И давайте посмотрим сразу уже, как себя представляет вид плана. В виде плана здесь вы указываете, какой вариант заполнения. Простой вариант заполнения по формуле, либо расширенный по источникам данных. Соответственно, простой вариант заполнения предназначен для тянущей схемы, планированной, когда целевым является план продаж, остальные планы обеспечивают его исполнение. А расширенный, необходимо указать источники данных и схемы их взаимодействия в правиле заполнения. Замещающий, либо суммирующий. Что такое замещающий? То есть, если у вас какие-то данные уже существуют на определенный период по плану продаж в разрезе данной номенклатуры, и вам необходимо, соответственно, данные, ну, произошел какое-то событие, например, там, вот COVID, и у вас изменились данные. Соответственно, вам необходимо, у вас поменялись, прогнозируется план продаж, и вы, соответственно, вам нужно сделать замещающий. Если у вас, допустим, несколько планов, например, ну, несколько магазинов, каждый магазин делает свой план, то тогда и вам необходимо по данной номенклатуре объединить данные, общие показатели. Соответственно, вы делаете суммирующий. Количество периодов поумолчает. То есть, при создании документов вы указываете, соответственно, на сколько периодов у вас вы делаете план. Но вы можете вручную уже в самом плане поменять, если вас не устраивает количество периодов. В данном случае тут указан один период. Но бывает, что нужно там в каком-то плане изменить количество. Соответственно, здесь же вы также в обиде указываете, как вам необходимо детализировать план, разрезать по подразделению, по назначению, по клиенту, по соглашению, по менеджеру, по складу, по формату магазина, либо не детализировать. Также, если вам необходимо в плане, например, продаж указать данные по оплате, то необходимо, чтобы данные появились, возможность указания, вам необходимо поставить здесь, соответственно, в виде указать галочку с указанием плана оплаты. И вот смотрите, что удобно. Соответственно, у нас мы формируем, когда план, например, продаж по номенклатуре, то есть у нас данные получаются в продаже, значит, это у нас данные по реализации. И чтобы нам не дублировать данные в бюджете, либо не вносить руками, мы можем, соответственно, отражать данные по статьям бюджетирования, например, по продажам, реализации статьи товаров. То есть в ВДР у нас по статье реализации товаров данные из плана по продаж по номенклатуре попадут в бюджет ВДР, в статью реализации товаров. Если мы с вами укажем галочку по оплате, то, соответственно, и укажем статью, например, выручка или как-то в ВДДС, то, соответственно, у нас будут данные в ВДДС попадут. Вот. Так, это мы с вами посмотрели сценарий, план и виды, и про настройки основные. Так. Источники данных планирования. Это предназначенные для хранения списка источников данных, которые будут использоваться при составлении плана закупок, плана продаж. Например, план закупок, план бытовой техники и так далее. Здесь, соответственно, вы указываете период, за какой данный берутся и схема компоновки данных. Если у вас продажи или там затраты связаны с сезонностью, то вы можете, соответственно, задавать, допустим, план формировать типовой, но добавлять к ним сезонные коэффициенты. Например, вот зимой зимний обувь будет больше продаваться, то есть показатели по выручке будут выше. То есть добавить сезонный коэффициент. И, например, лето, соответственно, будет там выше продажа там босоножек, сланцев и так далее. Также вы можете добавлять, показать, угруппировать по бизнес-регионам. Например, у вас есть регион северо-западный, дальневосточный, там Сибирь и так далее. То есть вы формируете данные по бизнес-регионам. И нормативы распределения планов продаж по категориям. Нормативы, то есть распределения указывают где-то в категории, позволяют распределить план продаж. Я вам говорила, что есть план продаж по номенкатуре, есть план продаж по категориям. То есть, когда у нас укропняется, нам не нужен более детальный по номенкатуре, нам примерный нужен. И, соответственно, чтобы распределить пропорционально, вы указываете эти нормативы распределения. То есть разрезы, что по категориям, там, например, у вас мужская обувь, и там, соответственно, ботинки, там, соответственно, сколько у вас приходится на ботинки, сколько у вас приходится там на сланцы, сколько у вас там еще на что-то приходится. Про настройки поговорили. Давайте посмотрим, как создаются планы, как они выглядят. Давайте план продаж по номенклатуре, допустим, посмотрю, например. Так, ага, вот так, секунду, это у нас создание, так, 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 сейчас, а, так, секунду, актуально, все поняла. Почему не отображалась сразу, потому что только актуальные стояли, вот. Вот, база-то, к примеру, старенькая. Ну, нам просто пример, как выглядит, посмотреть с вами. Ну, соответственно, вот у нас с вами план продаж. Здесь мы с вами указываем сценарий, то есть сценарий, вы, как помните, у нас периодичность указывается. У нас помеченный план продаж и закупок. Периодичность у нас в месяц. Здесь мы указываем, соответственно, нам, если необходимо, ну, подразделение, которое формирует ответственный вид плана. То есть, вида плана, как вы помните, мы задаем структуру и настройки со мной. Склад на который, соответственно, так как у нас план продаж приходит на движение. И, соответственно, период, с какого по какой. Опять же, напомню, статусы. Если у вас статус утвержден, вы уже редактировать не можете. Вы можете редактировать только в статусе подготовки. И, соответственно, вот здесь вы перечисляете номенклатуру. У нас там, соответственно, заполняла, тут еще характеристика, единица измерения, количество отменено. Отменено, соответственно, то есть у вас это данное не будет отображаться, если вы поставите галочку. Ну, у нас в виде периодичность месяца, и тут только один месяц указали ее. Не очень удобный. Не очень удобный. Хоть бы там квартальный какой-нибудь. Вот, годовой возьмем. Так, соответственно, вот давайте посмотрим, как выглядит годовой. То есть, у вас, смотрите, а, опять, периодичность год. То есть, получается, в целом на весь год запланирован, не в разрезе помечено. Я думаю, он тут будет в разрезе помечено. Ну, в принципе, то есть, если бы у нас была периодичность помечена, то бы у нас было с вами... Так. Я уж так, просто примерно, чтобы показать, как... Соответственно, вот в виде количества, это количество, оно суммируется. То есть, если у вас вот будет в разрезе периода, то у вас, соответственно, общее количество потом его считается. Вот, так, наверное, нагляднее будет смотреть. Соответственно, вы по кнопке «Заполнить товары» и вы заполняете товары. Вы можете, соответственно, состав номер, который заполнить по товару, предупределенным всеми клиентами, по ассортименту, по формуле и по отбору. Вы можете вручную подобрать товары. Можете загрузить, соответственно, из Excel. Принцип формирования у всех и у планов одинаковый. Что план закупок, план сборки, разборки, что производство. Что здесь очень хорошо есть, какой функционал дополнительный, это формирование заказов, соответственно, на основании плана. Например, у вас есть план по продажам, там в разрезе контрагентов, там договоров, там номенклатуры. Соответственно, на основании этого данных по плану вы можете сформировать заказы. Указать, соответственно, это рабочее место для тех, кто... Ну, для автоматического формирования, то есть сокращает затраты, трудозатраты на формирование тех же заказов поставщиков. Здесь вы указываете параметры, по которым необходимо сделать отбор данных. Указываете, соответственно, сценарий, склад скотов, поставщика, номенклатуры, либо сегмент номенклатуры, период. По-моему, всего пять шагов. И, соответственно, указав все данные параметры, у вас формировается заказа поставщиков. Что очень практично для тех же закупщиков. Вот. Ну, это мы просто с вами прошли вкратце. У нас время заканчивалось с вами. Я просто вам рассказала, например, ERP, основной функционал. Конечно, если вам нужно более подробный, то, соответственно, вы обращайтесь, можете обратиться в нашу компанию. Наши сотрудники вам помогут разобраться. Так. А, так, секунду, я не посмотрела, вижу вопрос. Да, Александр, Мария, Александр прав. Бит финансовый как раз отдельно можно для бухгалтерии. Также вы можете обратиться, опять же, к разработчикам, и они вам могут доработать бухгалтерию. По аналогии взять вам этот блок планирования и бюджетирования. Доработать бухгалтерию. Андрей, да, вы, ну, не спонтанный, я все-таки профессионал. Я уже не один год занимаюсь ERP, в том числе бюджетированием, и провела не один мастер-класс и обучение в том числе. У нас просто с вами, извините, времени, у нас обзорный вебинар. То есть мы рассказываем о типовом функционале, у нас всего лишь с вами один час. Поэтому время ограничено. Если вам более подробно, вам еще также подскажут, вам, надеюсь, предоставится презентацию. Ну и за более детальной информацией вы можете, соответственно, обратиться в нашу компанию, и вам наши специалисты помогут, подскажут. Если вы хотите какой-то конкретный пример, что-то рассмотреть, то, соответственно, вы можете также заказать услуги, и вам проведут отдельное обучение. У нас с вами, видите, обзорный, у нас очень мало времени. Так, алимит применуется только в разрезе статей. Максим, алимит у нас формируется в зависимости от того, как вы зададите. Либо по организации, я там говорила, либо по подразделению, либо в разрезе статьи. По статьям детализировано. Можете конкретно по каким-то задать параметры, то есть контрагенты, проекты и так далее. Замесим участникам. Так. Согласование, смотрите, автоматическое ERP не предусмотрено. Да, это либо доработка в ERP, либо, соответственно, это в документообороте. Настраивается, там автоматически задается маршрут. То, что ERP автоматически не предусмотрено. Сейчас внедряется активно ERP 2.5 и ERP 2.5 плюс управление холдингом. Там, да, там, наверное, будет согласование автоматическое. Там не надо будет, соответственно, отдельно выгружать данные документы для согласования в документооборот. Вот там может доработка, то есть не потребуется доработка. Сейчас в ERP 2.4 требуется доработка для автоматического формирования, согласования вот этих смельных статусов. Всем огромное спасибо, слушатели, вам. Было очень приятно. Анна, еще на вкладку вопросов зайди, пожалуйста. Да, я вот посмотрю так. Когда будет семинар по планированию закупок? Ухо? А, управление холдингом. Кому сейчас можно обратиться за консультацией? Это к Анастасии. К Анастасии, организатору Камильчук Анастасии. Она вам может подсказать. Анна, вот на вкладке в чате есть вкладка вопроса. Тут от Марии есть вопрос. Да, да, да. Вот, вот, вот. И вот я вижу, вижу. Подскажите, а нельзя отдельно блок бюджетирования и планирования поместить в 1С бухгалтерию? Как уже и сказала, я уже говорила об этом, что либо это можно бить финансы отдельно, взять модуль, либо, соответственно, доработка, пожалуйста, бюджетирование и планирование. Доработка бухгалтерии. По части доработки это специалисты вам могут сделать. Так, ну, все, как бы, вот, вижу, Анастасия дала свой контакт для, вот, кому необходима информация по мастер-классам и так далее. Ну, и, соответственно, когда мы с вами прощаемся, потому что время у нас уже первый час. Спасибо вам за внимание. Было очень приятно вновь вас у всех увидеть, кто уже не в первый раз с нами. Кто первый раз присоединяетесь на новые мастер-классы по обучению, консультации, обращайтесь в нашу компанию. Всегда будем рады вам помочь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.